Константин Дзю, бывший абсолютный чемпион мира среди профессионалов, рассказал, как нужно действовать Геннадию Головкину в повторном поединке с Саулем Альваресом, чтобы добиться победы, которую у него забрать не смогут. Однозначно хотелось бы, чтобы Гена выиграл. Другой вопрос, что хотелось бы, чтобы Головкин сделал это более убедительно, использовал те ошибки, которые он совершил в первом бою, и сделал другой бой, потому что, выступая на чужой территории, нужно выиграть более убедительно. Головкину нужно сделать больше давления, и повторюсь, выиграть более убедительно. Если Головкин прибавит выносливости, будет здорово. У Альвареса очень крепкая голова, у Гены очень хорошая техника ударов по печени, поэтому ему нужно, в общем-то, это использовать, создавать давление, которое он умеет делать, поработать хотя бы в первой части боя по животу, хорошая работа на встречных курсах и сразу подхватывать контратакой, я бы так посоветовал. Телеканал HBO может потерять еще одну звезду вслед за Геннадием Головкиным, об этом сообщает Los Angeles Times. Накануне стало известно, что назначенный на 15 сентября второй поединок против Сауля Альвареса станет последним боем для Головкина по контракту с HBO. Стороны начали сотрудничать в 2012 году, и телеканал 14 раз транслировал бой Головкина. В команде Triple G дали понять, что готовы рассматривать другие варианты. Но как оказалось, и для Альвареса этот бой станет последним по контракту с каналом, и он будет открыт к другим предложениям. Об этом сообщил его промоутер Оскар Далахоя. Интересно, хочет ли HBO вообще дальше заниматься боксом? Учитывая то, что бокс сейчас на подъеме, благодаря ESPN, Fox заплатит миллионы, шоу-тайм очень активен. Нам с канала будет очень интересно посмотреть, что может предложить HBO, чтобы сохранить канала у себя. 10 сентября в своем инстаграме филиппинский боксер Мэнни Пакьяо анонсировал судебное разбирательство с промоутерской компанией TopRank за неуплату ему доходов от транзакции боя с Лукасом Матиссией на территории США. Эта история вызвала большой резонанс с учетом давнего сотрудничества Пакьяо и Бабарума, но, как оказалось, не будет иметь юридическое продолжение, так как Пакьяо отказался от своих первоначальных слов. Вчера вечером Пакьяо опубликовал новый пост в социальных сетях, где назвал сложившуюся ситуацию обычным недопониманием и закрыл тему возможных судебных разбирательств. «Мое сообщение, опубликованное ранее, стало результатом недопонимания между моей командой и TopRank. Ситуация полностью прояснена. Я хотел бы поблагодарить Бабарума и TopRank за помощь в продвижении моей карьеры и долгие годы совместной плодотворной работы». Американский средневес Дмитрий Сандрейд уверен, что найдет способ победить чемпиона мира по версии WBO в этой весовой категории Билли Джо Сондерса и забрать его пояс. «Для меня честь выступить на этой арене. Мы оба готовы к 12-раундовой битве. Если понадобится и устроим бой года, так-то вы должны быть там. Билли Джо – классный боксер, не битый левша. Он, конечно, тот еще уродец, но драться чел умеет. Тем не менее, наш человек Дмитрий Сандрейд всегда сыщет способ победить. Пес внутри меня сильнее, чем у него. 20 октября я спущу его на Сондерса». Ну а теперь вести соцсетей. Самый известный персональный фотограф Мигеля Салазара. Специальный пояс WBC для поединка Головкин-Альварес. Взрывной реванш уже в эту субботу. Кабиб Нурмагомедов поработал с Кейном Веласкесом, Риджес Прогрейс с Нейтем Диасом, Райан Гарсия возле черепа Кинг-Конга, Эрл Спенс и Майки Гарсия – пиар или будущий соперник, постер к третьему бою Чака Лидела и Титу Ортиса, Майк Тайсон раздает автографы в Вегасе, ретро-фото Шугар Рэй Ленард вместе с парнями с района, Сергей Лепенец и Дмитрий Кудряшов, пятерка лучших бойцов из Восточной Европы от UFC. Хорхе Ленарес приехал на тренировку в новых кроссовках. Хосе Рамирес готов защитить свой титул в пятницу ночью. Видеоролик о последних событиях в жизни Джареда Хёрта. А на этом выпуск подошел к концу. Спасибо за просмотр. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и всем удачного дня. Субтитры сделал DimaTorzok